Это программа «День с толком» в студии Елена Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пойдет в суд пострадавшая от отравления в кафе Ель будет добиваться компенсации. С каждой недели все больше больных. Когда ждать разгула гриппа и ОРВИ? Диплом в соавторстве с нейросетью. В каком из алтайских вузов активно сотрудничают с искусственным интеллектом? Одна из тех, кто отравился в кафе Ель, намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного вреда. Об этом сообщает портал Банкфакс. Напомним, в ноябре прошлого года после посещения кафе 16 человек отравились и были госпитализированы. Им поставили диагноз сальмонеллез. Женщина, которая сейчас планирует обращаться в суд, провела в больнице неделю. Несколько дней у нее держалась высокая температура. После выписки она восстанавливалась больше месяца. Все пострадавшие ожидали от кофейни досудебного урегулирования конфликта. Но, по данным источника Банкфакса, с таким предложением на них не вышли. Одна из тех, кто отравился в Ейле, сейчас готовит иск в суд. Она оценила компенсацию морального вреда и расходы на лечение в 170 тысяч рублей. В мэрии Барнаула опровергли сообщение об очередной поломке белорусского трамвая. Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о неисправности нового электротранспорта. Администрация города подтвердила, что один из вагонов действительно был поврежден, но произошло это при транспортировке еще в ноябре прошлого года. Известно, что поврежденный трамвай отремонтировали по гарантии. В настоящее время он полностью готов к выходу на линию. Отметим, что сегодня, 1 февраля, на маршруты вышли первые три вагона. Продолжим. Пик гриппа и ОРВИ в крае придется на вторую половину февраля. С начала года наблюдается еженедельный прирост больных. В других регионах специалисты все чаще отмечают коктейль вирусов. Это когда пациент заболевает сразу гриппом и ОРВИ. Выявляют ли в нашем регионе такие опасные сочетания? И кто в зоне риска? Смотрите в сюжете. Вот уже несколько недель подряд в крае становится все больше больных, что страдают от сезонного вируса. Еженедельный прирост на 7-10%. На карантин в разных районах поочередно уходят школьные классы и группы в детских садах. Есть и полностью закрытые учреждения. Все равно находимся выше эпидпорога. То есть уровень заболеваемости достаточно большой. И все же пока эпидситуация в регионе довольно спокойная, говорят в Алтайском управлении Роспотребнадзора. Хотя не спит и грипп. Каждую неделю плюс 5-8 пациентов среди общего числа заболевших. Как правило, грипп переносят сложнее. Хотя тяжелых случаев у нас пока не наблюдали. Впрочем, и пик разгула вирусов еще впереди. Среди заболевших ОРВИ лабораторно обследуют и выделяют вирус гриппа. Вирус гриппа циркулирует тот же. Вирус гриппа А, H3N2. Мы на своем уровне, на своем регионе, мы определяем вирус гриппа А и ЛБ. И уже делим H3N2 или H1N1. А уже генотипирование, какой ген? Гонконгский, сингапурский, калифорнийский. Это уже прерогативы научных исследовательских институтов. Ряд федеральных СМИ со ссылкой на кандидатов медицинских наук сообщают, что во многих российских регионах этой зимой у пациентов одновременно выявляют несколько вирусов. К примеру, грипп А и аденовирус. Грипп А плюс риновирус. Были зафиксированы и тройные сочетания. Мы такого не видели и не встречали, чтобы один человек заболел всеми видами респираторных инфекций одномоментно. Да, это может быть по очереди, но чтобы одномоментно такого пока не встречали. Но от опасного коктейля никто не застрахован. Особенно дети, беременные, пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Чтобы противостоять суперинфекции или, как еще говорят, тридемии, нужно укреплять иммунитет. Как минимум гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться и хорошо высыпаться. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. С сегодняшнего дня при кадастровой оценке объектов недвижимости должны учитывать более расширенный список сведений. К примеру, если квартира располагается в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Что поменялось для россиян, в том числе жителей края, с 1 февраля, расскажут мои коллеги. С 1 февраля коллекторы могут написать вам на электронную почту или госуслуги. Для последнего потребуется разрешение заемщика, а чтобы общаться с вами по почте, необходимо, чтобы она была указана в договоре. Выйти на связь с вами может и робот, его действия теперь будут приравнены к человеку, но вы можете попросить его перевести для общения на живого специалиста. Некоторые социальные выплаты будут проиндексированы, в частности, материнский капитал на 7,4%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 630 967 рублей, на второго – 833 800 рублей. Вырастет ежемесячная денежная выплата. Ее получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной. Проиндексируют и входящую в эту выплату компенсацию набора социальных услуг. Это бесплатные лекарства, проезд на электричках. С 1 февраля повышается оплата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 тонн. Тариф системы «Платон» вырастет на 21 копейку и составит 3 рубля 5 копеек за километр. Это отразится и на стоимости перевозимых товаров. А предприятия могут создавать и финансировать добровольные пожарные дружины, а также предоставлять им льготы и компенсации. В таком случае с пожарными добровольцами заключают гражданско-правовой договор. Их обеспечивают питанием, формой, оборудованием, могут предоставить помещения, оплату проезда, страховые взносы. Кроме того, в России появятся территориальные добровольные подразделения. Они войдут в структуру пожарной охраны и смогут участвовать в профилактике и тушении пожаров. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. У студентов классического вуза с начала года уменьшили стипендии. Так, отличники получали чуть больше 4 тысяч, а теперь вынуждены довольствоваться стипендией размером чуть больше 3 тысяч. В ОГО эту ситуацию прокомментировали и объяснили, почему изменились суммы начислений. Оказывается, в честь 50-летия университета в период с октября по декабрь 2023 года увеличили все виды стипендий студентам, которые получают высшее образование. Однако деньги закончились. Возможно, отметили в вузе, ректорат вновь рассмотрит вопрос о повышении стипендий студентам. Один из вузов страны разрешил студентам писать дипломы в соавторстве с нейросетью, а именно Северный Арктический Федеральный Университет. Там отмечают, что в работе допускается только 40% текста нейросети от общего объема. В нашем техническом вузе и студенты, и преподаватели тоже активно сотрудничают с искусственным интеллектом. А пишут ли совместные дипломы и приветствуют ли этот факт руководства, выясняла наша съемочная группа. Первые результаты были очень нереалистичными, то есть вот трещина совершенно не похожа на трещину. Трещина совершенно не похожа на трещину. Так бывает, когда работаешь с нейросетью. Методом проб и ошибок студенты политеха с нуля создали программу для энергетических компаний, используя при этом искусственный интеллект. Моя программа делает трехмерные объекты, которые впоследствии рендерятся в фотографии с какими-либо дефектами. Мы генерировали несуществующие картинки, несуществующих объектов, которые были фотореалистичны, которые очень были похожи на те данные исходящие, которые есть в мире. Перед разработчиками стояла задача, так сказать, обучить нейросети, наполнить базу данных компаний картинками изоляторов на лэб. Все тонкости, специфики ребята обсуждали со специалистами. Использовали мы это в программе Блендера, мы создали именно дополнение для Блендера. И наши примеры сколов фотореалистичных уже были достаточно хорошими. На изучение, подготовку и разработку ПО у ребят ушло больше двух лет. Но этот продукт сейчас реально используется в промышленности при повреждениях линии электропередач. Физический осмотр очень дорогой. То есть это приходилось останавливать всю линию. Человек залезал туда, смотрел изоляторы. Ему нужна, во-первых, какая-то подстраховка. Это нужно специалисты, а главное, не один специалист их время. Сейчас бизнес-процесс улучшился. Берутся дроны, взлетают, облетают опоры. Ему нужно просто отснять материал какой-то. Дальше этот материал отправляется в нейронную сеть. И, собственно, она говорит, есть ли дефект или нет. К слову, цифровому уму в политехе слава и почет. Так в прошлом году ВУЗ открыл новое направление для ребят, желающих изучать искусственный интеллект в приборостроении. У нас наш профиль ориентирован именно на внедрение искусственного интеллекта в технику, скажем так. У нас, по сути, одна дисциплина, которая посвящена именно изучению базовых основ искусственного интеллекта. То есть это нейронные сети, генетические алгоритмы и все, что с этим связано. Все остальные дисциплины, они ориентированы на практическое применение вот этой самой технологии. Кстати, искусственный интеллект активно используют студенты всей России. А, например, студентам Арктического разрешили писать дипломы с ним в соавторстве, но не более 40% всего материала. В Барнаульском техническом немного другая специфика. Дело в том, что выпускные квалификационные работы нашего университета – это решение конкретных технических, практических задач. И поэтому с помощью искусственного интеллекта совершенствовать технологический процесс изготовления какой-то детали на каком-то заводе, наверное, это невозможно сделать. Но, конечно, можно использовать возможности искусственного интеллекта для проведения обзоров каких-то. Вот здесь, конечно, это самое то место искусственного интеллекта. В целом, в ВУЗе новые возможности развития искусственного интеллекта приветствуют, но не считают, что цифровой разум в ближайшем будущем сможет полностью сместить интеллект человека. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Врачи Барнаульской городской больницы номер 8 получили новое оборудование для лечения гинекологических заболеваний. Благодаря передовым аппаратам пациентам уже проводят манипуляции, которые позволяют щадящим методам оказывать своевременную помощь. Подробнее о преимуществах нового оборудования расскажет Валентина Аскерова. Мы можем удалять миомы, полипы, синехи разрушать, внутриматочные перегородки. Все с помощью резектоскопа. Современное диагностическое обследование и оперативное лечение гинекологических заболеваний стало возможным благодаря появлению в отделении нового высокотехнологичного оборудования – гистероскопа эндоскопической стойки. Прежняя медтехника устарела, новая пришлась весьма кстати. Стоимость новинок – более 10 миллионов рублей. Оборудование мы просили для того, чтобы усовершенствовать свою работу и оказание экстренной гинекологической помощи поступающим пациенткам, поскольку гистероскопия – это наиболее современный и оптимальный метод диагностики патологии полости матки, цервикального канала в наше время. Считается этот метод золотым стандартом для выявления маточных причин бесплодия, для остановки диагностики причин маточных кровотечений. В отделении гинекологии 8-й горбольницы круглосуточно оказывают экстренную плановую помощь пациенткам из Барнаула и близлежащих районов – Паловского, Первомайского и Тольменского. Ежегодно в стенах медучреждения врачи проводят больше полутора тысяч операций, в том числе и по удалению больших опухолей. «Я стала вставать на второй день. Меня перевели 30-го, и я уже 31-го, меня уже перевели в палату, я уже стала вставать и ходить. Вы видите, я сейчас уже бегаю, уже хожу, хотя и возраст». Отделение гинекологии рассчитано на 50 коек. Ежегодно врачи ставят на ноги больше двух с половиной тысяч женщин. Гинекологи отмечают большой наплыв пациенток за последнее время. Медики связывают это прежде всего с ковидными временами, когда плановая помощь была ограничена. Сегодня же двери поликлиника открыты. И во избежание серьезных патологий по гинекологии врачи рекомендуют женщинам проходить профилактические осмотры не реже, чем раз в полгода. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Активисты, волонтеры, предприниматели, руководители гражданских и социальных проектов. Всем, кто регулярно оказывает помощь бойцам СВО, в администрации города сегодня вручили награды. «Здесь очень много собралось людей разных по профессии, по своей специальности. Что объединяет? Ну, объединяет самое главное – это люди в этом зале сегодня порядочные, совестливые, беспокойные, ответственные. От всех барнаульцев, от тех, кто сегодня и находится на спецоперации, вам огромное-огромное спасибо». Теплая одежда, еда, сладости, лекарства – все самое необходимое для бойцов. Есть и другие весточки – душевные, сотни писем от школьников и рисунки из детских садов. Награды сегодня получили заводы, волонтерские организации, коллективы высших учебных заведений, индивидуальные предприниматели. Несмотря на имеющееся обеспечение военных, все эти люди считают своим долгом помогать. «Первая пилорама» в город МИАС, после чего она была доставлена в город Чебаркуль для военнослужащих 90 танковой дивизии. Они делают блиндажи, окопы и опорные пункты. Ну и после этого, естественно, мы поставили еще четыре пилорама. Те, кто сегодня находятся, ребята на СВО, мужчины, для них очень важно понимание того, что страна едина. Да, кто-то сегодня находится на фронте, а кто-то вот здесь. Спасибо вам большое за это. Всем здоровья, добра и, конечно, скорейшего мира. Ну а барнаульский писатель Сергей Ужакин презентовал свою новую книгу «Парни, как все» о погибших бойцах специальной военной операции. Сергей Кеслер и Илья Каркавин – реальные жители Алтайского края. Их историю жизни писатель собирал вместе с работниками музея, родственниками и друзьями по крупицам. Есть в рассказах и художественный вымысел. С автором книги встретилась Дарья Ерошина. Историю пишут современники. Алтайский писатель Сергей Ужакин презентовал свою новую книгу «Парни, как все». В ней два художественных детских рассказа «Парень с улицы мира» и «Самый юный». Прототипы героев – молодые ребята из Алтайского края. Вот одному герою – это Андрей Кеслер из Табунов. Ему 23 года, когда он свой подвиг совершил. И он один, второй, и он получил два ордена мужества. А второй герой – это Илья Каркавин из села Завьялова. Он получил звание Героя России в 19 лет. На сегодняшний день Илья Каркавин является самым юным героем России. То есть, моложе просто нет. Над книгой Сергей Ужакин работал около года. Причем нельзя сказать, что в одиночестве сильно помогли родные и близкие ребят. Кто-то из них даже попал на страницы произведений. Допустим, мы нашли видео выпускного вечера в районный дом культуры. Папа с мамой там выходят на сцену со своим ребенком. Да, как обычно, приглашают на сцену, сценарий разный. И он выходит с бабушкой. Вот такой, знаете, для него бабушка – это было все. Бабушка, конечно, в горе сильном, очень сильном горе. Писатель обращался и к помощи патриотических организаций. Герой рассказа – парень с улицы мира, танкист. Я служил 90-92 год. Полк прикрытия госграницы, он стоял в Казахстане, в танковых батальон. Наводчик – орудие танка. Ужас войны. Есть ужас войны. Даже здесь он ощущается ужас войны. Ну, а в танковых войсках главное – быть вместе. А вот рассказ «Самый юный» напротив не о боевых действиях. Он описывает события из жизни в тылу, где ребят ждут домой. Там история первой любви. Там история самых хрупких, нежных, наверное, взаимоотношений. И, конечно, когда читаешь, понимаешь, что жизнь, особенно у молодых людей, она такая же прибыльная, хрупкая. А, соответственно, к ней нужно относиться очень бережно. Рассказать о судьбах двух алтайских парней так, чтобы эти истории вошли в память, в сознание и в представление о поведении мужчины и о жизни человека и о его судьбе тех детей и взрослых, которые живут и работают сейчас – это, конечно, дорогого стоит. Тираж книги – 400 экземпляров. Все они разойдутся по библиотекам. Автор надеется, что его работа поможет детям снова полюбить чтение и будет воспитывать гражданскую сознательность у подрастающего поколения. Для того, чтобы не читать начали, вот ему наставник должен вложить, что ты подвиг, ты можешь так же, как вот парни, как все. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Баскетболисты Барнаула неожиданно уступили московской команде МБА в рамках Суперлиги. Матч с самого начала был на равных. То гости, то хозяева выходили вперед. И такой сценарий был до финального свистка. О том, как местная команда проиграла матч на последней его минуте, расскажет Дмитрий Дроздов. Сумбурный баскетбол. Такую картину увидели болельщики с первых минут матча Суперлиги между местным Барнаулом и московской бандой МБА. Коллективы решили играть в быстрый баскетбол. И все это приводило к взаимным ошибкам. К сожалению, чаще всего мяч теряли наши. Первую четверть у москвичей взяли 21-17. Нам сегодня в первой половине не хватило одних игроков. Во второй половине мы вообще в короткую ротацию играли. Многие люди выбыли. Где-то, наверное, я побоялся, скажем так, кто у нас мало в составе, дать попробовать и поиграть. Здесь моя ошибка. А дальше игра складывалась, как в зеркале. Гости почти полностью копировали стиль игры барнаульцев. И это приносило свои плоды. На паркете две абсолютно равные команды. Потери мяча на ровном месте, ненужные пробежки, проблемы с началом атаки. Все это болельщики видели от обеих команд. Однако, ближе к завершению игры, счет был все еще в пользу гостей. Настрой. Сегодня был настрой. Я сказал сегодня, увидел баннер у вас на стене, что спорт не воспитывает характера, выявляет его. И сказал, что вот, ребят, раз вы здесь, мы уже вас характер не воспитаем. Его надо показать, если он есть. Я думаю, что ребята сегодня этот характер показали на площадке. За минуту до финальной сирены Барнаул ввел 77-74. Казалось бы, победа почти в кармане. С этим москвичи не были согласны. И реализовали все возникшие в течение последних 60 секунд моменты. МБА выиграл встречу 77-78. Следующий матч Барнаул проведет также дома в ближайшую субботу. Соперником будет купол Родники из Ижевска. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Зимний городок закончили демонтировать на Молотобольской. С пешеходной улицы убрали елку, светодиодные фигуры и все новогоднее оформление. А между тем и после праздников по украшенному Барнаульскому Арбату ежедневно гуляли горожане. Мы решили спросить у них, как они отнеслись к разбору новогоднего городка. Я вот сейчас только прохожу и думаю, как вот жалко, что разбирают. У нас такая погода в Сибири, что можно до марта ждать. Вот мы же пришли и хотели бы сделать вот эту сессию, но вот ищем, где сделать. Рановато. Да постояло бы еще до конца зимы, было бы вообще прекрасно. И детишки здесь бы отдыхали, и взрослые. У нас и так мало мест, где вот именно праздничная атмосфера, настроение новогоднее. А это одно, наверное, из самых красивых в городе. Рановато, рановато. Можно было еще оставить праздник немножко. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok